Всем привет! Вы на канале 5 элемент, меня зовут Эдуард и сегодня к нам на обзор приехал ноутбук aka рабочая лошадка, а именно Lenovo IdeaPad L340-17iW. Вообще, линейка лэптопов под названием IdeaPad 300 серии подразумевает под собой такую хорошую рабочую станцию, которая подойдет как для дома, так и для офиса. При этом, существует множество вариантов исполнений по начинке устройства, чтобы каждый смог выбрать именно ту конфигурацию, которая подходит ему лучше всего. Но не буду я затягиваясь этим вступлением, так что давайте уже перейдем непосредственно к самому обзору. По традиции, начнем мы с осмотра внешнего вида устройства и корпус у нас выполнен из такого стильного серого пластика, при этом верхняя крышка и внутренняя площадка тут сделаны под металл, а нижняя часть устройства и из такого более грубого шероховатого пластика. На ощупь материалы действительно очень приятные, правда, к сожалению, отпечатки он все-таки собирает, хоть и не сильно. Но объективности ради, на сегодняшний день это болезнь большинства лэптопов. Ну и куда же без логотипа производителя на верхней крышке и, как по мне, мне нравится такой минималистичный дизайн. Ну а также не могу отметить весьма компактный блок питания, который до боли похож на продукт одной весьма популярной американской компании. Ну вы поняли. Далее давайте посмотрим на разъемы, которые тут присутствуют. И с левой стороны у нас расположились разъем для зарядки, LAN-порт, HDMI, два разъема USB 3.0, разъем 3.5 для гарнитуры и USB Type-C. С правшей стороны у нас есть только отверстие под замок Kingsington и заглушка под CD-привод. Да, именно с заглушкой, и если честно, я не совсем понял, зачем она тут нужна. Все-таки 21 век на дворе, облачные технологии, все дела, но, видимо, я просто чего-то не знаю. Напишите нам обязательно в комментариях, пользуетесь ли вы еще CD-приводами и дисками, и если да, то зачем. Лично мне будет очень интересно об этом почитать. Далее давайте проведем быстрый тест на MacBook, и, как мы видим, тест провален. Но для кого-то это вообще не имеет никакого значения, так что погнали дальше. Далее мы переходим к экрану, и тут у нас установлен матовый Full HD дисплей с IPS-матрицей и диагональю 17,3 дюйма и частотой обновления 60 Гц. В целом, экран неплохой, но, как по мне, хотелось бы чуточку больше яркости. В частности, при просмотре каких-либо не самых ярких видео это особенно заметно. Углы обзора тут также далеки от идеала, но если вы захотите посмотреть какой-то фильм или сериал вдвоем, то вам их будет более чем достаточно. При этом у нас здесь имеются весьма крупные рамки, и уже в лучших традициях Lenovo на веб-камере у нас присутствует шторка от шпиона, если ее можно так назвать. Далее давайте немножко поговорим про звук. И тут у нас имеется два динамика, которые расположили по бокам нижней части устройства ближе к нам. Давайте его сейчас и послушаем. В целом, звук неплохой, хоть и хочется немножко больше громкости, но, в принципе, от рабочего ноутбука как бы и не требуются возможности устраивать вечеринку. Дискотека, дискотека. Далее давайте немножко поговорим про клавиатуру и тачпад, и начнем мы, пожалуй, с первой. Клавиатура тут весьма удобная и имеет достаточно крупные клавиши с приятным коротким ходом, а также полноценное поле numpad, что оценит каждый бухгалтер. Печать на ней весьма удобна, правда, тут отсутствует подсветка, и, как по мне, это не совсем хорошо. Ну и, как мне показалось, клавиша space немножко шумновато. Но, опять же, это все не критично. Переходим к тачпаду, и он у нас тут, в принципе, стандартный, но вот как раз-таки к нему у меня все-таки есть претензия. К сожалению, он не поддерживает дополнительные жесты. То есть, например, скроллить двумя пальцами в веб-браузере у вас не получится, так как сенсорная панель слишком простенькая по техническим причинам. Но, так как данный лэптоп все-таки является рабочей машинкой, вы в любом случае будете использовать дополнительный аксессуар, например, в виде мышки, так как работать целый день полноценно на тачпаде сможет, ну, далеко не каждый. Далее давайте поговорим о начинке данного устройства, и по традиции начнем мы с камня. В данном конкретном лэптопе у нас установлен четырехъядерный Core i5 восьмого поколения с тактовой частотой 1,6 ГГц. За видеообработку у нас тут отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX230 с двумя гигабайтами памяти на борту. Для быстрой работы ребята из Lenovo установили нам сюда 8 ГБ оперативной памяти формата DDR4, а также твердотельный накопитель на 512 ГБ. К слову, если вам данного объема оперативки все-таки будет недостаточно, то ее легко можно увеличить до 16 ГБ, хотя, в принципе, и 8 ГБ для решения рабочих вопросов вам будет хватать, ну, просто за глаза. Переходим к нашим тестам системы, и начнем мы, пожалуй, с первого теста на скорость чтения записи нашей SSD-шки. И результаты вы можете прямо сейчас видеть на своих экранах. И говоря о твердотельном накопителе, не могу вам не напомнить, что для быстрой работы всей системы недостаточно иметь большое количество оперативной памяти. А лучше, как в нашем конкретном случае, отдать предпочтение типу накопителя, так как именно от него будет зависеть, насколько быстро система считает те или иные данные для вашей же работы. Вот. Естественно, мы провели стресс-тесты системы для замеры температурных показателей при помощи программы AIDA64, а также тест на троттлинг, и как мы видим, с последним у нас тут все в порядке, что не может не радовать. Ну, а также в тесте PCMark 10 данный лэптоп набрал 3794 балла, что весьма неплохо для рабочих лошад. Естественно, я не мог не поиграть на данном устройстве, и скажу сразу, что чудес в плане гейминга от него ждать не стоит. Да, относительно легкие проекты, как танки и CSGO, на нем пойдут разве что на минималках, чтобы при игре не проседал фреймрейт. Но, давайте будем объективны, данный лэптоп для этого вообще-то и не предназначен, так что и такой результат, в принципе, неплох. Знаете, в конце наших обзоров мы обычно рассказываем о плюсах и минусах устройства, но сегодня к нам приехал действительно хороший девайс, который полностью справляется со всеми своими обязанностями. Да, конечно же, можно было бы придраться к отсутствию подсветки в клавиатуре, не самому лучшему тачпаду и не самому яркому экрану. Но, как по мне, это все мелочи, так как основное предназначение данного ноутбука все-таки быть хорошей рабочей станцией как для дома, так и для офиса. Думаю, он особенно понравится бухгалтерам или офисным сотрудникам, ведь тут имеется достаточно большой экран, клавиатура, на который приятно печатать, SSD-шечка, которая помогает быстро работать. Да, и при необходимости его всегда можно будет взять с собой. Так что, как по мне, он полностью соответствует всем критериям, выдвигаемые для хорошей и продуктивной офисной работы. В общем, not bad. Ну, а с вами был пятый элемент. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, чтобы оставаться в курсе всех событий, ну, а также делитесь вашим мнением в комментариях, обзоры на какую технику вы бы хотели увидеть в наших следующих роликах. И до новых встреч!